привет дорогие друзья сегодня хочу рассказать вам о тех ручках которыми я рисую скетчи ручку меня аж 4 в принципе это излишество как мне кажется но дело в том что я фетишист очень люблю инструменты и и отношусь к ним весьма трогательно если так можно сказать то есть каждый инструмент для меня это какое-то настроение связанная история и и даже малейшие отличия в технических параметрах для меня уже делают эту ручку уникальны поэтому ручки вроде как бы похожи но на самом деле весьма разные ну давайте вкратце о ценах цены этих ручек различаются от 10 до 20 раз в зависимости от продавца вот эта ручка стоит порядка 70-150 рублей а вот эта ручка стоит 1700 рублей и дешевле я ее к сожалению не нашел значит 350 ну 280 400 скажем так и вот эта ручка примерно тысячи о производителях вот эти две ручки эта компания джинхау товары широко представлены на алиэкспресс качество очень и очень вот эта модель 599 эта модель 750 по тактильным ощущениям приятнее конечно вот это это такая серьезная я бы сказал брутальная рученция весомая очень качественно сделанная то есть детали подгонка материалы все все как-то внушает прямо скажем 599 модель попроще это копия иногда точно иногда условные ручки lemmy известный здесь очень легкий пластик литье хорошее но сам по себе пластик как я понял в зависимости от производителя и иногда плавает по качеству на одной из таких ручек у меня выкрашилась вот здесь часть корпуса а на другой просто оторвалась резьба и осталось в половинке при попытке снять колпачок но в целом как бы за 70 рублей да даже за 150 это вполне себе годный инструмент и их можно использовать просто как расходник ее можно потерять и ничего страшного не произойдет значит с этим мы определились это китай джинхао 750 599 модель это настоящая японская ручка компания seller модель фьюд де маннен переводе с англо японского означает что-то вроде вечная кисть то есть фуде это по японски кисть маннен я не помню то ли весна то ли вечная что-то в общем как-то там в общем это настоящий японец в таком минималистичном дизайне и как говорят что это чуть ли не любимая ручка их главного то ли конструктора то ли инженера она провоцирует заниматься каллиграфии я не знаю почему то ли вот этот дизайн в виде бамбуковой палочки но в общем ручка необычная единственным минусом кажется ее длина то есть не очень понятно зачем она такая длинная то что держу я его так а соответственно ну не знаю в общем японцам виднее стоит она 1000 рублей покупал ею на ebay хотя в москве они по такой же цене есть точнее говоря бывают на тот момент не был поэтому я заказал на ebay значит нюанс ручка производится в двух вариантах зеленый вариант с углом изгиба пера 55 градусов полного прилегания к бумаге а по-моему темно-коричневый вариант с углом 45 градусов кому как удобней зависимости от того что вы и пытаетесь делать писать рисовать и как вы держите ручку в руке следующая ручка это ручка которая называется дюк 551 покупал ее также на алиэкспресс модель конфуций ну модель здесь в данном случае видимо имеется виду и сам дизайн видимо это тот самый конфуций самая тяжелая ручка весит она по-моему 70 грамм это реально много и и держать ее очень приятно в руках к ощущению вещи дизайн конечно на любителя но что есть то есть я брал ее собственно говоря ради пера перо здесь несмотря на то что оно такое же как и на других ручках по типу оно отличается отличается она в первую очередь шириной вот этой пяточки на данном пере пятка наиболее широкой дает самую широкую линию то есть при полном прилегании пера к бумаге линия получается максимально широкая также здесь есть вот такой вот чернилонакопитель который позволяет якобы делать стабильный подачу чернил ничего не могу на этом сказать на других ручках на других перьях его нет и все в принципе нормально но возможно для этого пера он необходим также это перо необычно тем что она имеет ни одного рассечения а два то есть перо состоит из трех сегментов и что с одной стороны делает работу его возможно более вариативным а с другой стороны честно говоря мне показалось что она весьма легко убиваемо то есть стоит немножко под другим под неким углом форсировать попытаться скажем так перу что-то приказать его можно реально загубить просто согнув то есть сталь конечно пружинит но вот очень тонкая вот эта вот настройка трех сегментов и честно говоря это немножко напрягает потому что перьев запасных к данной модели не у этого продавца не у других я не нашел это печально то есть стоит ее неудачно воткнуть в колпачок торопясь или уронить не дай бог на пол все ручку можно будет выкинуть а стоит она в отличие от всех остальных 1700 рублей так что выбирать вам но я как фетишист посчитал что хочу иметь ее в своей коллекции по поводу того чем их заправлять перьевые ручки заправляются чернилами не нужно путать тушь и чернила это разные вещи точно не скажу но насколько я правильно понимаю тушь она кристаллизуется либо полимеризуется чернила всасываются в бумагу если вы заправите или регулярно будете заправлять перьевые ручки тушью вы просто забьете канал по которому краситель поступает на перо и говорят что даже ультразвуком не получится ее прочистить поэтому покупайте чернила предназначены для перьевых ручек теперь подробнее о том какие они бывают они бывают водорастворимые и водостойкие ну с водорастворимые все понятно это обычные текучие чернила типа наших в прошлом советских нынешних российских чернил радуга либо еще я покупал здесь какие-то статс профи которые на удивление акварельку акварельку держит по крайней мере на бумаге молискин более-менее держит вот а также чернила бывают водостойкие водостойкость производитель гарантирует на определенных типах бумаг но в принципе плюс минус на большинстве бумаг которые я пробовал если чернила заявлены как перманентные или пигментные еще их называют то они как правило держат и маркер и акварель тем более акварель как-то не странно маркер мажет гораздо сильнее видимо за счет физического воздействия значит если говорить о скетчинге и работе с различными материалами то есть когда вы не знаете чем вы будете рисовать что пользовать маркеры акварель еще что то лучше пользоваться конечно чернилами водостойкими вот в данном случае здесь прям так и написано waterproof это чернила roher and clinger серия documentus 700 они являются прямо-таки водостойкими я бы сказал что весьма серьезно водостойкими потому что даже маркер их с трудом может размазать пузырек стоит недешево вообще перманентные чернила стоит недешево то есть вот этот пузырек стоит около двух тысяч да да 50 миллилитров 2000 рублей тут уж смотрите сами то есть либо вы рисуете продолжаете как рисовали линерами либо если вам нужны водостойкие чернила вы покупаете увы и ах чернила которые не размываются водой и не размазываются маркерами вот эти чернила я могу порекомендовать также есть из известных платином карбон инк насколько я помню и сейлоровские чернила кива гуру но мне показалось что они все-таки менее стойкие чем вот эти поэтому я себе купил два пузырька и надеюсь что мне хватит очень надолго а на самом деле хватает их надолго это не так страшно если их чуть-чуть развести водой и они будут у вас не полностью черные а немножко некоторого оттенка серого что практикуют я смотрю китайские скетчеры ничего там страшного нет их вам хватит их надолго поэтому да и потом 2000 рублей по сравнению со стоимостью кистей пастели и прочих расходников той же бумаги мне кажется это ну ну вот так они стоят цена в 400 рублей за маркер мне тоже кажется сумасшедший поэтому я рисую китайскими так теперь о том как их заправлять раньше я заправлял ручки окуна их в баночку и набирая конвертером собственно говоря чернила но один хороший человек к сожалению я не помню точно кто но он точно хороший человек тоже совет этот прекрасен подсказал что набирать чернила в конвертер гораздо проще эстетичнее и чище шприцом я вам сейчас покажу как это делается на самом деле действительно гораздо проще помыть шприц или вытереть его об салфетку и убрать чехольчик нежели макать ручку в банку непонятно на какую глубину и потом пытаться вытереть ее салфетками то есть это порой получается полное свинство не знаю может быть у меня так но мне очень понравилась идея со шприцом то есть вот вкратце это делается так вы берете блюдечко шприц с иглой салфеточку берете тушь аккуратненько и откручиваете набираем тушь о господи я сказал тушь набираем конечно же чернила шприц в чем плюс плюс заключается в том что вы пачкаете иголочку которая элементарно вытирается это потом моется также элементарно гораздо проще чем вытереть ручку но самый главный плюс заключается в другом как я понял уже после при заправке ручки путем окунания ее в банку после заправки в конвертере у вас оказывается смесь чернил и пузырьков воздуха а при заправке через шприц вы получаете абсолютно полную заправку без всякого воздуха пузырьков и прочего фигни абсолютно чистую ручку и в принципе я делаю это дома на случай путешествие я просто беру либо картриджи либо заправляю это в номере несмотря на водостойкость чернил естественно что они засыхают на бумаге прекрасно растворяются водой моментальные смываются без всяких проблем и кстати забыл слить чернила это я поторопился ну ладно я сейчас завершу итак заправка надеюсь всем понятно единственное что покажу вам как выглядят картриджи они продаются ко всем типам ручек выглядит это вот так то есть данные чернила sailor кива гуру можно купить как в банке так и в картриджах это очень удобно вы можете взять их с собой в поездку и по мере того как один картридж заканчивается вы просто его вынимаете выбрасываете либо не выбрасываете потому что многие пользуют картриджи потом под заправку шприцом опять таки и вставляете следующий и прекрасно совершенно себе рисуете они герметично упакованы протыкаются только в момент втыкание в ручку поэтому это очень удобная тема ну соответственно либо конвертер то есть как бы ручки как правило все ручки они подразумевают заправку картриджами так собственно говоря и конвертерами причем хочу сказать что не все ручки идут сразу с конвертером допустим вот этот sailor с ebay пришел ко мне как раз таки с двумя картриджами и я крайне удивился потому что в описании звучало конвертер и картридж а пришел он почему-то с картриджем продавец попался хороший и без проблем вернул мне деньги я заказал себе sailor ский конвертер нюанс заключается в том что вот эти вот посадочные места они у они есть нескольких типов и допустим sailor ский картридж или конвертер картридж или конвертер не встанет в ручку джинхау есть несколько стандартов и некий некоторые стандарты то есть некоторые производители делают ручки под стандарт либо вот допустим sailor сделал ручку по моему под свой стандарт и к ней подходит только sailor ский картриджи конвертеры но это нужно сразу понимать когда покупаешь ручку что чудес не бывает и это как с каноном никоном выбрал один фотоаппарат всю жизнь сидишь на оптике этого бренда здесь уж ничего не попишешь